Беспорядки и даже столкновения с полицией в Одесской области. В поселке Цебрикова завтра должны пройти перевыборы в Объединенную территориальную громаду. Но часть местных жителей при поддержке одной из политических сил блокируют избирательный процесс. Все подробности в материале. Выборы в поселке Цебрикова состоялись прошлой осенью. Победу в борьбе за постпредседателя Объединенной громады якобы одержала Татьяна Матрос, представляющая одну из политических сил. Но ее оппоненты опротестовали результаты в суде. Дескать, при голосовании были нарушения, подтасовки. Несколько месяцев шли судебные тяжбы. Наконец было принято решение. 3 июня должны состояться перевыборы. И Центр избирком это подтвердил. Апелляционная инстанция поддержала решение Одесского окруженного административного суда. Прошла уже почти неделя. Решение выполнено не было. Сегодня Терезбирком должен был выдать бюллетени избирательным комиссиям, чтобы те отвезли их на участки для завтрашнего голосования. Но группа местных жителей заблокировала вход в здание. Вместе с ними и Татьяна Матрос, которая называет себя законно избранной главой ОТГ. Я хочу сказать, что в суде произошло. Худ признал выборы истрины. И встречаем их. Речи, не речи. Но громады и выборы фейсов не должны быть. В то же время другая часть местного населения выступила за перевыборы. Их поддержал и ряд депутатов облсовета. Люди сами себя провозгласили, люди сами себя назначили. Суд принял решение о том, что выборы были незаконные и надо проводить перевыборы. Знаете, это первый шаг к созданию еще одной незаконной, не дай бог, республики на территории Одесской области. К конфликтующим приехал глава областного совета. Попросил разблокировать помещение, поскольку перевыборы, по его словам, все же должны состояться. Вот у меня решение суда, которое говорит в сторону ваших оппонентов. Мы с вами должны решать вопрос цивилизованно. Пожалуйста, идите в суд. И вот первые столкновения. В полиции, говорят, поступило сообщение о минировании здания. Поэтому пришлось оттеснить людей. При этом во время стычек один из мужчин распылил слезоточивый газ в толпе и был задержан. В настоящее время оцеплена территория лентой сотрудниками полиции. Проводится и ожидаем взрывотехническую кинологическую службу с города Одессы. После того, как взрывотехники проверили здание, члены террасбиркома все же смогли зайти внутрь. И в настоящее время уже выдают бюллетени на участки. Но очевидно, с учетом нынешнего противостояния, завтрашние выборы могут быть сорваны. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область.